па 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 всем привет друзьями зовут дмитрий канал купленов play и соответственно мой ход продолжаем little hop а прошлой серии мы частенько играли с тобой за тебя стилю сейчас же а это мы видели да 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 это мы видели секунду это же получается она сохраняется только перед началом чего-то хода если кто-то вдруг забыл что происходит это было прошлой серии пожалуйста мы тут выяснили с тобой что две каких-то параллельных реальности каких-то параллельных временных линий между собой и встречают короче оказалось комментариях я выбрал реально какую-то кооперативную игру это не играть в одиночку я эти понажал типа сейчас я взял и играл в игночку вот оказывается мы играем с тобой вдвоем это еще было это еще соответственно вы можете можете чтобы я начал продолжить то место где вчера был не пойму не стоит тут торчать вот уходим вот с этого собственно мы начнем это то что было просто серии в конце в самом прям самом самом конце так найди другой выход из летухов мы по-моему здесь все посмотрели все увидели до рисунки видели руку в трубу совали девку оттуда не достали но в куда параллельную вселенную в какую-то временную другую линию мы соответственно попали а теперь продолжаем идем если кто-то не помнит вдруг что был прошлой сериях то ну либо а ты смотрел ее год назад либо тебя плохая память смотрел недавно пересмотри если еще я можешь не это кстати а пока не открыл записку сразу скажу что как бы в конце видео вас ожидает кто-то знает что ожидает кто-то нет поэтому как бы пока не буду говорить но скажу что в конце видео вас ожидает поэтому ждите ни в коем случае я ни в коем случае нельзя перематывать значит что такое так старуха так окей пыталась куда-то залезть пыталась куда-то побежать это уже второе наше видение потому что первое мужик с пистолетом около головы второе наша бабуля побежала по отвесной скале но она забыла что он не человек-паук и ластин там нихуя не умеет что ты здесь мы отсюда выберемся точно она узнала что она не человек-паук соответственно и стянули назад короче почитал комментарии и понял что многих не скажу что всех но довольно большую часть у вас всех раздражают диалоги между персонажами глупо я согласен по они какие-то странные такие они такие кто то есть может нам помогут пойдем туда я помогу скорее всего возможно это и есть та самая спокойно б хорошо скорее всего это есть то самое ответственное место в которое старуха пытается залезть а может быть и нет хорошо ну не знаю в такой конечно яму сползать такое занятие во первых там непонятно где дно во вторых там холодно там грязно вряд ли так мы выйдем из этого городишки дороги нет куда-то она ведет не уверена эту тропу еле видно так это мы откуда мы оттуда пришли я вот сюда сначала схожу потому что скорее всего нам нужно туда куда она пошла в эти двери но есть такой укромный непонятный закуток сарай конечно же новое видение секретная херня естественно ну конечно так бы я этого не нашел так сказать какие-то камни камни с непонятным чем-то брать это не рекомендуется ни в коем случае с малой чё это законе так найден секрет рунные камни хорошо это вам не первый секрет уж какой-то секрет мы уже находили но он такой не был особо секретом если я ничего не путаю возможно это была кукла так подожди камера где я что происходит чё за дар соус а вот все понял а все понял очень все странно камера здесь временами меня реально здесь камера меня сбивает путает я частенько начинаю думать что идет заставка это не заставка и все и беда так сейчас в окошко полезем это я уже был какой-то магаз магаз хорошо остановим закрытие фабрики компании протестные плакаты так это когда было то вот вопрос хороший когда это было я ведь по газетам то особо не запомнил но когда-то это было так это у нас что это нас подвигать ящик само собой это выйти с этой сцены я вот эти кнопочки нажимать не буду здесь чего здесь тоже выйти со сцены хорошо я понимаю что эти стрелочки это типа закончить сцену и начать следующую пока мы все внимательно не осмотрим не изучим и не будем заканчивать чтобы знать о нам что происходит вообще так еще одна записка иди сюда посмотри надежда для little hope карверы хотят закрыть фабрику и продать землю приведет уничтожить сообщество профсоюз вынес предложение по спасению фабрики нашего города пишите нашу петицию чтобы убедить семью карверов принять предложение профсоюза и отменить свое решение подробности можно узнать у работников почты или в городском управлении граждане за little hope и арт по местным 618 окей то есть они решили закрыть фабрику потому что нам скорее всего не выгодно а из-за того что нам не выгодно они и соответственно хотят закрыть это логично блять если они закроют люди не будет работать но как бы тут и людей понять можно и хозяина фабрики понять тоже нужно как бы она хуя он будет работать себе в убыток в конце концов зачем это нужно как бы он реально работать себе в убыток и получается очень хорошо найдем другой путь но я его нашел можем залезть в окошко можем пойти по перилам мне кажется что логичнее конечно пойти по лестнице это же правильно наверное здесь нет ступенек в принципе тоже нужно будет что-то тащить ну пойдем мне кажется они конечно трухлявые совсем но это лучше чем блять залезть в эту дырочку тут туда кошка урониться туда и оказаться лицом к лицу со злом поэтому давайте вот немножко здесь поделаем ну что подсади схвачу лестницу а может наоборот проще нет блять это кабани на ебать такая полезла говорит подсади меня может ее надо было подсадить она тебе лестницу принесла чего в конце концов то ебать подсади игрит меня серьезно полезешь туда а чё есть положение получше ну есть другие предложения да не лезть в старые темные здания после того что было этой ночью так нам в любом случае надо лезть в старое здание нет хорош за 4 блять да не будь ты таким ссыклом в конце концов ну чё ты ой 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 саканула то ходила вы ебалась я такая самая крутая такая самая умная теперь все блять поджала хвостом среди нее а бля подожди здесь тоже нужно будет лезть я думаю в дверь пойдет дай телефон зачем фонарь там темно давай быстро бросай сейчас не поймаю смотри очень мало времени дается кстати говоря очень мало времени бля что шесть как отлетит и на самом деле если бы я знал что он здесь тоже полезет такое же окушка там безопасно вроде бы но нет музыка подозрительно играла значит тут небезопасно откройте дверь тейлер бляха муха надо было реально с первого этажа то идти открывать и дверь там чё там такое где шмидт и лэш какой-то извещение о закрытии вступает сил 28 июня 75 года хотим уведомить вас что в субботу 28 июня магазин закрывается к сожалению за снижение выручки после закрытия фабрики мы не можем продолжить торговлю тем не менее уитман март благодарить всех своих клиентов за поддержку скрине ваши шмидт и лэш управляющие так убрать со склада закуски журнал алкоголь оружие табак бензин масло малыш и продукты яиц сельского продукта хлеба бакалей консервы электротовары разное а электротовары и разные собственно осталось как мы видим не перечеркнуто значит мы уже можем сделать себе здесь свет может быть я а можно нахуй выйти и пойти с другой стороны вот прям нет вот это кстати плохо я бы хотел на самом деле сейчас спуститься бы вниз и спокойно залезть в ту дырочку тут как бы без разницы что получается но получается что получается хуёво когда мы залазим на второй этаж а здесь очень сильно темно здесь очень темно и от меня очень не радует не смотри пожалуйста на смотри вперед так здесь у нас сломано чудо для ракурса камеры конечно хорошие вот это вот вот это конечно ссыкотно смотрится потому что возможно из этой руки в него кто-то смотрит так откуда я пришел понял суть снизу пойдем наверх это крысы кошки все ясно это поэтому бояться не надо ага 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 сейчас блин давай все ноги сломаем руки поломаем давай все здесь поломаем нахуй давай будем прыгать в непонятные места я вообще против того чтобы куда-то прыгать на обычно вот если уж хорошо разобраться если уж ну как бы сказать типа серьезки то не надо прыгать сломя голову туда откуда нет обратного выхода вопрос не надо и все нужно искать пути чтобы можно было отступить а уж если такого нет тогда уж прыгать а сразу просто нырять нахуй не понять как вылезти нет это это уже не то это совершенно это так делать не надо так поехали еще одна открытка так старуха старая старуха старая страшно читали нож окей но это видение ничего плохого в себе не показала то даже ножи в принципе разные у нее нож обычный а вот там был какой-то фигурный но не знаю но пистолет я выкинул за бабку значит я на стену не полезу тогда получается что с ножом что-то непонятное так вверх ногами читать я умею вряд ли а 20 октября 73 года местный священник арестован священник епархии pleasant river был арестован после жалоб на его поведение со стороны обеспокоенных родителей арест был произведен когда выяснилось что священник предположительно проводил сатанинские мессы свидетель заявил что проповедник церкви святого давида в литл хоп не сопротивлялся аресту когда его выводили из дома капитан дэниел магуайр подтвердил что преподобный карсон 42 года содержится под стажей в полицейском участке литл хоп в ожидании обвинений представитель церкви святого давида заявил я никогда не видел чтобы святой отец сделал что-то неподобающее его увлечение колдовством было чисто академическим и он часто предупреждал родителей о духовной опасности оккультизма еще один свидетель пожелавший остаться анонимным утверждал что это проповедник ни в чем не виноват эта девчонка любит оказываться в центре внимания и я уверен что она все выдумала другие прихожане поддержали его в этом преподобный карсон хороший человек добрый христианин говорит мать троих детей не могу поверить что он способен на такое и он хорошо относился к нашей семье эти обвинения пиздёж офис окружного прокурора не ответил на наши звонки при обращении представитель епархии pleasant river отказался давать комментарии но отметил что но отметил что что мы забыли как разворачивать к эту газету хорошо ладно мы когда-нибудь вспомним я бы там надо одну руку положить на одну страницу другую другую развернуть по работа как-то так так что у нас что-то есть и типа все что не ну вот видишь теперь мы удостоверились том что других вариантов нет значит будем прыгать зато мы видели видение непонятно какое возможно это старуха опять-таки из прошлого которая будет проводить какие-нибудь сатанинские изгнания отряды пойдемте пойдемте вниз ладно только давай как-то аккуратнее осторожнее потому что серьезно есть кто кто там блять тебе будет стату то был тебе уже давно сказали ты хули сюда лезешь придурок сарик электротовары валяются их не забрали то есть фонарик дополнительный я бы если честно уже бы обосрался я я бы еще когда залез просто в первой форме я бы вылез назад уже сто процентов спокойно спокойно это кошка спокойно спокойно это кошка не паникуй смотри нажимаем нажимаем если вы собой и 1 2 хорошо 1 2 прекрасно 1 2 1 2 аккуратненько игрек 1 1 1 1 1 а чё ты боишься-то как бы они пока не понимают скорее всего точнее они же видели что-то я не думаю что они прям сейчас верят во все кого-то это паранормальное сразу наверно а у кто здесь ну крысы там в конце ткану слышишь что пищат сейчас статьи будет скример скорее всего потому что так нужно а я помню этот момент до этого сейчас будет скримером такой прошел блять ой ебать ты меня напугала чё не отношение падает ко мне если обосрался блять шо ж теперь геройся кортишь ли бесконечно ссыкотно блять ну крысы тут давай повеселимся маленько я тут не один а с пушистыми друзьями о смотри понравилось ей не бойся на вид они сыты конечно а нахуя она полезла сюда одна вот просто вопрос сказали жди на улице я открою тебе дверь нет полезла а вдруг бы он ногу сломал вот падал бы и ногу бы сломал и она потом ногу сломала и что блять два сука сломоногие дурачка блять будут валяться подыхать здесь от старости что ли так чё я делаю подожди открываю дверь дата нужно открыть дверь перст подожди-ка а где дверь-то это еще одна подсказка счет наведения ключ какой-то номер один папа хорошо папа номер один это смысле имеется ввиду подарочный что какой-то как там это типа знаешь самый лучший ну как на футболках пишут всякую ебанину прикольно вот скорее всего это что-то этого подарок брелок для ключей с подарком от детей ну вполне себе почему нет да подожди ты нахуй там сучать то в конце-то концов меня это уже не пугает но ты сейчас получишь пиздюлей за это где дверь-то а вот она бляху все заколочено в том числе дверь вообще ничего непонятное ничего не видно ну выбей ее блять а штрухлявая анджела как это но это не она черный ход закрыт тебе тревожно скажи что творится скоро за мной придут утихни жена кто придет обо мне судачат сочиняют наветы какие то могут быть наветы сказывают будто я в союзе с дьяволом будто повинно в колдовстве но то бессмыслица кто скажет такое куда ж мне знать надо пиздит тут понятное дело что врет так уйти или противостоять кому противостоять и по нет я нахуй мне это надо вы чё и слухи здравый смысл это здравый смысл не дай им забрать меня молю тебя муж я прибыл арестовать твою жену вот постановление моя жена ни в чем не повинна видели как она толковала на иных языках кто ее обвиняет мэри слово детяти вершит судьбу моей жены ты отдашь себя в руки маршала для твоего же благо я отправлюсь с вами я не могу ее покинуть всем действием ты жене не поспособствуешь доверься правосудию на самом деле я сумею все исправить на самом деле сейчас сделал все правильно судя по всему потому что когда мы защищали девку то он нас почуял и соответственно сейчас клава пришел ее забирать по показаниям маленькой вот этой мерзоты блять если бы я сейчас потрогал он бы точно почувствует что что-то происходит он бы точно сказал да я когда за ней пришел меня дьявол взял на тебе лица нет ты еще что-то увидел в смысле подожди там были джон и анджела давайте скажем вот так это же правильно ты не поверишь но я видел людей похожих на профессора и анджелу я думал у анджелы крыша поехала на тему двойников но видно нет ну типа их арестовали давайте бессмысленно оба варианта но двойника анджелы арестовали ее обвинили в колдовстве стремная девочка сказала священнику про эми и женщину арестовали женщина эми похоже в полной жопе мы облажались вместо того чтобы выбраться из сраного города снова оказались в его центре где-то за хуй да уже второстного как это который с болота вылез вылазил из болота какой-то там болотник вот это скорее всего так поехали посмотрим давай мы с тобой по очереди играем по очереди с тобой играем чего бы нет блин я тоже хотел за него играть в комментариях начали писать что он снимался там первую горку прыгали бегут как что скажете ну тут так-то все плохо если чё не уверен что мы тут найдем что-то полезное все заброшено все вы студенты одинаковые сплошной негатив и уныние а вы блять вечно бежит важно как все выглядит нам хватит одного работающего телефона а с хуелин должен работать тут никто не живет никого не платит даже по здешним меркам это настоящая дыра что-то не так да это место почему-то мне кажется знакомым у тебя есть криминальное прошлое о котором мы не знаем ходил на красный свет для захолустные участки за подъемки в комментариях начали писать то ли это должен быть телефон то ли первым игроку приготовиться то ли еще какой-то там но я упомнил из этого до которых правильно написали 2 называется этот миллер и мы там когда они ехали но там дурачка кого-то сыграл серьезно я поэтому и пончу драчок да хватит нахер ты хернёй-то заниматься пугаете непонятными вещами меня главный это вы сука выскакивающая старуха меня не особо меня выскакивающая старуха не особо пугает мне больше пугать реально камера плети и вот эти скачки непонятные может быть это что там и дом из самого начала не правда не помню чтобы у них стоял автомат с кофе но а почему нет досу другой стороны нахуй будет дом стоять дома хватит и обычно я не знаю кофеварки кофемашинки ну что такого но не целый же кофейный автомат серьезно это же бред а это какой-то школа подожди это нет это не дом это какое-то административное здание точно точно мы же пришли какую-то полицию что-то типа того жалко что вот здесь не показать что было просто серии на самом деле для тех мы как-то получше подготовились так рейнольдс хорошо что это такое чья-то медалька и шоколадка а это значок че-то короче там было написано скорее всего название этого райончика посмотрим что я не знаю я не успел вопрос как бы долго так ничего не показывал взял и поет и показался что-то а little hope полисдепад ну да полицейский участок little hope у них почему-то кошка на эмблеме города на гербе причем черная поход дело сильно не суеверный они абсолютно вообще ни разу типа черная кошка ну черная кошка ну и чё закрыта ясно мне сейчас тут не заблудиться слишком много проходов переходов дело даже не в том что я боюсь заблудиться я боюсь что-то пропустить то что мало ли какие-то эти видения какие-то да что такое проходи пожалуйста видение что-то еще так я все потерял ну и что и почему вы как бы ну человек сидит в камере понял что проебался понял что все случилось не так он предполагал писал я все потерял я не думаю что это может иметь отношение как он сатанизмом абсолютно вот камера меня прям реально сейчас я не понимают и камерка на работает здесь причем из перехода со сцен на сцену то есть когда камера располагается под другим углом мне кажется управление на это время немного теряется еще тоже проход нет то есть как-то знаешь ты должен пиперочку на джойстике перенести в другое место да он пойдет дальше как-то это очень и очень так здесь на чего олд вич что старое ведьмовское что тюрьма старая ведьма построена красно построена в 1884 снесена в 1883 в 1692 году во время судов над ведьмами летах лоб многие из обвиненных были заключены здесь ой на это это все это зайдите тут наверно повер кто-то оставил свой злой дух кто-то еще короче я должно быть не на тут нахуй что-то было это ведьмовская хуйня здесь вообще делать не надо ничего и бусы чужие тоже трогать нельзя серьезно учу хиппи хиппи какие-то амулеты амулет кстати можно взять возможно прочесть пригодится т.к. окей чуть технический контроль пройдено заявить так возможно поможет нам надо было взять нашите ведьмы вылетают сразу все в них кидаешь на ху амулеты блять и вот телефон лежит подожди значит подожди а если нашел телефон значит еще не все осмотрел это дипа жилла но она ведьма по-любому она она же смогла подожди она же появляется в костюме монашки этой белой постоянно когда нас переносит оттуда сюда плюс еще ко всему она ищите да ищем и плюс еще ко всему она умеет сама затягивать значит она какая-то ведьма явно так литл хоуп поездепартмент хорошо выдано полицейскому участку литл хоуп 16 января 1772 года офицеры джордж рейнольдс и эрни хоффман получили звонок о пожаре в жилом доме это к самого начала они дарлись до места раньше пожарных и не беспокоясь о собственной безопасности бросились на помощь оказавшейся ловушке семье к сожалению огонь не позволил им попасть внутрь и почти все члены семьи погибли тем не менее сэр шеф полиции и общественность благодарят полицейский участок за верность долгу сэмюль карвер 72 год 4 апреля мэр но это то что было в самом начале вот с ним ну либо с его какой-то более молодой копии или чем-то таким короче стоп так еще один телефон а это не телефон а это рация но она обрезана но с другой стороны ебать она обрезана возьмите оголите чуть-чуть да блять свяжите эти провода между собой так сложно думал что это выход но серьезно блять там видишь проводки красный зеленый какой там еще соедини по цвету с тем что болтается и все заработает пиздец в студенты вот такие взрослые и не могут понять что как бы если провод сиди с проводом одного цвета то все должно работать это же не должно просто долго существовать должно просто сделать вид что чем-то связаться они блять не могут провода между собой скрестить ну и конечно ладно ладно хуй с ними так это не выход это не выход от закрыта Нет, это выход Зачем это выход? Не надо так делать Не надо было так нажимать А это не выход? Ясно Почему это не выход? Что там спокойно? Что-то еще лежит? Вот серьезно, мне прям реально Эта камера прям напрягает Я не понимаю, какой следующий момент, где она будет окажется Ну серьезно, непонятно В какой, когда и каким углом она будет У нас победитель Вот телефон А они все это время типа хуйней страдали и не видели его, да? Это может быть выход Гудка нет Так конечно нет гудка, город заброшен, блядь Кто тут кому телефон звонить будет? Черт Так, ну это уже вандализм, конечно Это уже срок Полегче? Может хватит реагировать на неудачи, как ребенок? Вот тут Смотрите, провода нет Тут где-то должен быть кабель Так может его тоже обрезали, да и все Так, подожди, телефонный кабель Вот здесь были бусы, но это не телефонный кабель Ну что-то так мелькнуло прям Ну нет, это бусы, это не то Но здесь нет телефонного кабеля Я же все обыскал Если только нас, конечно, выпустят А на выход Куда они ушли-то? Блядь! Что это? Хух ты ж ебать Это остаточные пружинные механизмы В телефоне зазвонили Другого объяснения здесь просто нет Как же это внезапно происходит Как думаете? Ответить? Конечно, ответить надо Стоп Давайте подумаем А чё думать-то? Давай это Чё ты думаешь-то? Давай отвечать Да поднимите же трубку Вы что? Хоть раз в своей жалкой жизни Побудьте мужиком А чё ты, блядь, сама подними? Нихуя прикол Тебе на ты поднимай Алло Кто это? Что-то там не по-русски вобнят Скажись что-нибудь Алло там Наладьте контакт Скажите что-нибудь Чё он, блядь, постоянно у него падает? С кем я говорю? Не понял, кто это Но по голосу, похоже, там нервный срыв Несёт бред А мне кажется, это телевизор Положите трубку Это слишком Не кладите Что, блядь? Это наш шанс узнать-таки, что здесь происходит Но после звонка меня уже вряд ли это напугает Но старуха врывается постоянно Она, возможно, пытается нам что-то рассказать Может быть, она и не ведьма Но, может быть, её подставили Вот это мразь мелкая И услышь меня Ежели поведаешь о нашей тайне Вечные муки ожидают твою душу А, ну да! Ты ведь разумеешь? Не так ли? Злые слова не покинут мои уста Или хоть слово Хоть был слово молвишь Об иных делах Я прийду к тебе во мраке самой тёмной ночи И навлеку ужасное возмездие Преподобный, пора начинать Минуло много времени Так, это на супе, например Ну, я не верю, что они должны засчитать её показания Я призываю суд и доброго судью Не поддаваться на уверение обвиняемой Вот это нельзя, нельзя так делать Дьявол отец лукавства Все его слуги рядятся в невинность Иного им не дано Смиренно клянусь перед Богом Не свершала деяний, в коих меня обвиняют Замолкни Эми Так разве можно? Так, не к ней, давайте посмотрим Подожди Старуха явно пытается нам рассказать историю Преподобный Карвер Но я не верю, что соседи мои Кто знает меня, скажут супротив меня Им всё ведомо Ведома моя добродетель Я не попадусь в паутину твоей лжи Дьявол укрывается там, где его ждут менее всего Моя жена не игрушка дьявола, преподобный Молю суд простить, но От слов не откажусь Моя супруга невинна Я призываю досточтимый суд Оставить без внимания Речи мужа, чей дом сплошь пропитался Серным зловонием Ну это, короче, преподобный Хуила вообще полная Он делает оккультную какую-то хуйню Куда подойти? Бля, давайте к этому подойдём Я к девке пытать не буду Пошла на нахуй, она мразь, блядь Ведьма ебучая Я чувствую хлад внутреной Что за происки демонов? Зверь обратил на нас злонамеренный взор Меж нас его слуга Что за... Не вмешивайтесь Темнимое свидетельство супротив меня Лишь злостный наговор Ежели снизошла на нас тьма Поправлю свет господ Нет! Мэри? Мэри, сестра, что с тобой? Что сотворил ты с Чадом? Ты вовлекла невинное дитя В сговор с дьяволом Бедняжка словно одержима Твоих рук дело Это ложь, преподобный По что ты так не взлюбил меня? Мы узрим всю правду Эми, коснись Мэри Поглядим, что будет Ебать он её настроил Твоя тла не исцелит её от напасти Что с тобой? И докажет суду, что ты её околдовала Эээээ... Нет, подожди Ну мы не можем отвечать Иначе это пиздец Её засу... Подожди, нет, промолчи! Ничего не делай! Молчи! Всё спокойно! Ничего не делай! Мы не должны вмешиваться, Иначе её спалят Она не виновата, она хочет нам все показать Как было, кто мрать Они среди нас Они среди нас Сука, малолетку эту ебаную научил прикидываться, блядь Ее отмажительно надо посадить в тюрьму, нахуй Смотри, мразота какая мелкая Какая же падла, блядь Нужны ли еще доказательства тому, что дьявол поселился в глухом? Как видите ты нахуй, слышишь, преподобный? Молитесь же Ибо дьявол ныне подли вас Любовь Господа Спасет нас Сука, он преподал им ересь, ебаную Ты че преподобный, блядь Так тупо, короче, подставил бабу ни за что просто А че она им и сделала, че они подставляют? Что это была за херня? Это взаправду? Вот, инвестор Суды над ведьмами были сотни лет назад В основном более трехсот лет Ты заразился, блядь, взаправду Боюсь, я не способен это объяснить У этой девочки был какой-то припадок Да не было такого припадка, придурок она Как думаете, в чем дело? Это не припадок, она придурок, блядь Она была в лесу, во-первых Я знаю эту девочку Это ее мы с Анжелой видели в лесу Та женщина Мой двойник Что будет, если ее признают виновной? Сожгут, предчувствуют Плепил хоуп осужденных ведьм Всегда ждала жестокая смерть Утопление, повешение, сожжение Будем надеяться, что ее признают Точнее, признали невиновной Да конечно Ну так-то она просто ребенок Ее управляет преподобной ебаной Но да, такое было Согласен Девчонка точно знала, что делать А, это тоже, да Когда подставляла Анжелу 2.0 Та женщина Мой двойник Была так подавлена Просто в отчаянии Да Смотреть было тяжело Так, а Ну там еще вот этот был тоже Я еще кое-что заметил Ее муж Был похож на вас, профессор Ну ты же сам это увидел Ну че ты, че ты скрываешь Пара возле девчонки Была очень похожа на Дэниела и Тейлор Да? А я не заметил Да что все это значит? Коллективный пиздонанс Какой-то настал по ходу дела Кто это? Эй, профессор Вы там? Так, сейчас не надо звонить спокойно Ладно, идемте А как они так быстро До сюда дошли? Это типа так долго сюда чапали А эти хуяк уже здесь Тейлор Мы здесь Не получается дверь открыть Так это не они, наверное У нас тоже Похоже заперто Давайте все наляжем на ручку И три Два Один Эй, блять Нажимай Ладно, нажимай, нажимай, нажимай Спокойно А нет, а нет Просто они хоть слишком быстро добрались Тейлор? Профессор Нашли что-то, что нам поможет? Ничего, что могло бы помочь Ну вот, глянь Прикольный Поверить не могу Я видел этот брелок во сне Это уже странно Не только странно Но и важно Знать бы Почему Все еще думаете, что стоило разделиться? Думаю Я готова рассмотреть теперь И другие Не, на самом деле Мы много чего увидели Поздно Рада, что вас это веселит Лично я думаю Мы по уши в дерьме Знаешь про своего двойника? Ее обвинили в колдовстве Не только обвинили Судили Признали виновной Приговорили к смерти Надо узнать Что грозит этой женщине Что произойдет с ней дальше Идея неплохая Но как мы сможем это узнать? Может быть она их типа Куда мы уже ходили? Да, блин Возможно, ответ скрыт В одном из неизведанных направлений Так, музеи, церковь, исторические руины Ну что ж Короче, им явно пытаются рассказать правду Это одна версия Это просто безумие Мы понятия не имеем Во что влезаем Ой, да не ссы Не ссы Это главное не ссы Ночка выдалась адская Но Мы точно справимся Кто бы мог подумать Под личиной ботана Скрывался герой Да, не то, что сопляк, нахуй Постоянно у тебя от него падает Либо нам хотит бабка Рассказать свою историю Либо эта мелкая мразь Бледина просто стала сатаной Ебучей И теперь хочет вообще убить всех Кто приходит в этот город Окей, а теперь поиграю я Давай, джойстик, давай О, спасибо, ладно Давай теперь я поиграю Мы типа с тобой поменялись Это же коллективная вечеринка Как там называется этот режим Джон, главная дорога Это я играю за него Мы играем потихоньку За всех четверых, получается То есть нам, по идее, здесь четверых А, в пятерых А, ну мы играем за всех пятерых А туман-то все сильнее Да мне кажется, нет Мне кажется, как был, так и остался Примерно Что-то вы меня путаете Так, давайте посмотрим все повнимательней Нужно рассмотреть все детали Понять вообще все надписи И разобраться во всем, что здесь происходит Как только мы это выясним Мы сможем отсюда выбраться Так всегда Разобраться, а потом выбраться Сначала разобраться, а потом выбраться Все нормально Так, используйте R, чтобы осмотреть Найти что-нибудь еще Вижу статуэтку Блядь, нахуй это управление придумали Мне кажется, можно спокойно просто одну кнопку нажать И он сам вот это сделает И сам вот это двинет Это что за нахрен? Что это такое? Что это? У вас здесь есть родня? В этой дыре? Нет уж Почему эта странная хреновина на меня похожа? Серьезно? Что-то я не заметил, что она на тебя похожа Тилли Джонсон Да куда же ты отстань? Дай я посмотрю на Тилли Джонсон Там версия ее смерти написана Что случилось? Тилли Джонсон 836-858 Молодая многообещающая писательница Которая трагически погибла После написания своего первого романа Зачем ей голову снесли? То есть мы, короче, нашли всех двойников Абсолютно, которые здесь были Я, кстати, на суде не заметил Вот этих двух товарищей Которые там, типа, были Потому что их там, типа, вообще не было видно Они подходят Смотри, они потихоньку подходят Ко всему, что мерцает Чтобы я тоже подходил к ним И думал, что они там смотрят такое И, соответственно, ничего не пропускал Это, кстати, хорошо А с другой стороны, ну, бляха-муха Прям в руки суют все, что было Так, слава рок-н-роллу Дульте Перицулум Фазер Орфаер Джевилет Кюрс Зарод Хаус Пальмира 3-2-2 Два с половиной доллара В субботу, 12 февраля Дэниел Посмотрите на это Ты тоже, что ли, похож? Еще Совпадение Он выглядит совсем как вы Узнаете его? Нет И в группе я никогда не играл Подожди, это получается Несколько времен, что ли, с похожими людьми-то Потому что, ну, вот это вот Рок-гитаристы Они же, ну, явно не из тех, блядь Времен, где Подаль, там, вот это вот Дитятка и все вот это вот Это ж явно откуда-то позже Может быть здесь, как это, знаешь Временами, поколениями Сменяются одни и те же люди? Может быть они в аду? Может у них такое проклятие Вот эти пятерки ебаные Они что-то натворили такого страшного? Типа, а вот эти пятера Что-то натворили в своей первой жизни? Их теперь гоняют по одному и тому же месту Они ходят по этому Литл Хоупу Каждое поколение Каждый, каждый раз В итоге страдают В конце выясняют, что они все бляди последние Типа, знаешь, круговорот ада в природе Ну, спокойно, подожди, что ты? Подники смотреть надо Не хочу к ней приближаться Блин, а свет главный горит Я реально не понимаю, кто обслуживает этот свет Итак, кто первый? Профессор, вы твердите, что вы главный Так что... Рассмотрим варианты Может, сначала стоит рассмотреть другие варианты Я согласен, на самом деле Профессор старенький Профессор, ну, тухненький Давайте найдем кого-то помоложе Что, поспортивнее По... Это, как ее... Пореактивнее Вот это, чтобы можно было... Да хватит на меня! Что вы, еб твою мать? Я хочу перейти этот мост как можно быстрее Ну, не лезь Ну, не так быстро Вот правильно Кто-то должен быть первым Ну, кто-то самый молодой и юркий Давай, я сразу за тобой Вот правильно, да Давайте Как бы, профессор-то уже в этом возрасте В массе В теле Надо пустить хлебенького Этого такого, знаешь, маленького Чтобы он юркий был Ты чё, блядь, прыгаешь-то, дурачок? Ты ебнутый Ест всё, блядь, развальца Он прыгает своей тушей, нахуй Пятиста, пятиста... Твою мать Семиста килограммовый, нахуй Кто-то упал? Нет, никто не упал Но это намеренное разделение Их постоянно делит туман Походу туман... Боже, что же делать? Медлить нельзя Нет, 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 нет Ты чё? Бляха, старуха, это за ебать Так, это опять она? Да, опять она В году 1692-м Мы собрались, дабы засвидетельствовать Праведную казнь Нет! Эми признана виновной в связях с дьяволом И будет утоплена, как колдунья Помолимся за упокой её души Так это может она вылезла? Я не делала дурного Я не ведьма Я не заслужила смерть Молю тебя Что происходит? Вы точь в точь, Анжела Твои слова мне неясны, но молю Помоги Как же она ничего дурного не делала При этом их видится? Дьявол подли нас Явился к своей слуге Он освободит её от цепей Айзек Завершим же деяние поскорее Воля суда должна быть исполнена Покуда не поздно Да косу ты чё решишь? Свяжите её покрепче Чё-то суд-то сам не показали Просто показали его выкрики Вы не вправе Айзек Я невинна Исполни волю суда Отправь ведьму к её хозяину Покуда он не пришёл за нами Позно Литл Хоуп не спасти он погряз во тьме Но в том повинно не колдовство Или пришлые демоны Он гниёт изнутри Загадки тебя не спасут, женщина Но не загадки Ну окей Она нам рассказала Но мы без этого понимали Что мелкая собака ебаная Блять ведьмина Это мы и без этого понимали Это понятно Вопрос Кто вылез из болота Она Или нет И если это вылезла она То по идее На нас-то ей чё агриться Мы же ей ничего плохого Вот не сделали Мы же наоборот Пытаемся понять Войти в положение Разъяснить Чё за хуйня творится Я не понимаю На хуй они прыгают Если вон там как бы Балочка ещё внизу есть Можно на неё наступить И говорят Спокойно блять Перейти безопасно Зачем вы прыгаете Что там было? Ну же Это утопили тебя нахуй Не знаю Как сказать что я увидел Так и скажи Утопили нахуй Утопили Вашего двойника В цепях Столкнули в реку Утопили Да что? Что? Об отношении-то портится Я же правду сказал Что мне сказать? Её блять Расцеловали нахуй А посадили на единорог И отправили в путешествие Что я должен ей сказать был? Чё за бред? Блять Сказал правду Отношение упало Ну серьёзно И что? О Твой ход поехали На Молодец Поехали Поехали помчать Чё по времени? Надо заканчивать Нет? Кстати можно А так давайте заканчивать А давайте закончим Вот чё Давайте Потому что я так понимаю Что Всё-таки сохранение-то происходит В момент того Как передают ход А если я сейчас начну играть Ещё сколько-то минут Потом придётся Приходить что ли? Так не пойдёт Ссылка на плейс В описании под видео Подписывайтесь на канал На паблик На титр Сограмм Комментируйте Ставьте лайки Про колокольчик Ставьте там Все уведомления Всем пока Раньше здесь был мат Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok